Привет, друзья! Не так давно у меня уже было видео по ремонту и реставрации радиометра Спутник-1 1968 года. И вот спустя пару месяцев мне удалось купить еще один Спутник. На этот раз 1959 года. Именно тогда началось их массовое производство. Я очень хотел заполучить такой экземпляр в коллекцию, потому что он достаточно редкий, и в конце концов мне это удалось. Но со старыми приборами редко когда все бывает хорошо. У этого Спутника оказались несколько проблем. Во-первых, у него отсутствовала защитная пленка на датчике. Эту проблему я решил за кадром, потому что изначально не планировал проводить съемки. Если помните мое первое видео про Спутник, у меня был вариант использования пленки из пластиковой бутылки. Я взял пэт-бутылку из-под кваса, вырезал прямоугольник нужного размера и приклеил универсальным клеем. Результат вы видите, он замечательный. Пленка очень прочная и держится отлично. Так что если кто-то столкнется с подобной проблемой, возьмите на вооружение. Пленка подойдет и для зондов ДП-5, и для корпусов ДП-1. В общем, очень хороший материал. Вторая проблема Спутника – это неисправные счетчики СТС-5. Из пяти штук рабочие только три. Это довольно печально. И хотя у меня есть несколько новых счетчиков, я все-таки решил купить еще пару штук именно для этого прибора. Я их уже проверял, счетчики исправные, поэтому давайте их заменим. А третью неисправность я сейчас покажу. Как вы знаете, у прибора есть два измерительных под диапазону. Умножить на 10 и умножить на 100. И вот под диапазон умножить на 100 здесь работает нормально. Он показывает верную мощность дозы. И также можно слышать, что звуковые сигналы тихие. Так и должно быть. А вот под диапазон умножить на 10 неисправен. Показания практически не отличаются от под диапазона умножить на 100. А звук такой же тихий. А он должен быть заметно громче. Вот пример правильно работающего прибора. И это я хочу починить. Как многие знают, под диапазоны в советских измерительных приборах отличаются всего лишь номиналами цепочек из резистора и конденсатора. У каждого под диапазона своя отдельная цепочка. А вся остальная часть схемы одна и та же. У меня есть принципиальная схема спутника. И давайте ее рассмотрим. Вот здесь мы видим переключатель под диапазонов на 3 положения. Умножить на 10. Сброс и умножить на 100. Нас интересует его верхняя контактная группа. Конденсатор 24 и резистор 30 работают в положении умножить на 10. Конденсатор 26 и резистор 31 в положении сброс. А конденсатор 28 и резистор 32 в положении умножить на 100. Согласно перечти элементов, давайте подпишем номиналы этих деталей. Конденсаторы у нас имеют емкости 5600 пикофарад, 0,02 микрофарада и 120 пикофарад. Резистор имеют сопротивление 510 кОм, 100 кОм и 1 мегаом. Теперь нужно найти все эти детали на монтажной плате и проверить номиналы. В спутнике элементы не подписаны, поэтому надо осмотреть по схеме, какое соединение куда идет. Но я сразу вижу конденсатор КСО на 5600 пикофарад. Это конденсатор 24. Рядом с ним стоит конденсатор на 120 пикофарад. И это странно, потому что в моем другом радиометре здесь стоит конденсатор на 0,02 микрофарада. В принципе, я допускаю отличия в электрических схемах, поэтому надо точно разобраться, где какая деталь. В общем, сейчас я с помощью мультиметра в режиме прозвонки постараюсь определить все соединения и выяснить номера элементов схемы. Итак, пришлось потратить некоторое время, чтобы разобраться, но зато теперь понятно, где что. И вот что я выяснил. Начну с поддиапазона умножить на 100, который работает исправно. В нем задействован трубчатый конденсатор номер 28 на 120 пикофарад. Вот он. И резистор номер 32 на 1 мегаом. Да, они стоят далеко друг от друга, но это верно. А вот дальше интересное. Конденсатор номер 24 на 5600 пикофарад относится к поддиапазону умножить на 10. Однако он подключен к резистору 31 на 100 кОм. А должен быть подключен к резистору номер 30 на 510 кОм. А вот этот конденсатор должен иметь номинал 0,02 мкф. И должен быть подключен к резистору номер 31 на 100 кОм. А подключен к соседнему. Да еще и емкость конденсатора 120 пикофарад. Это у нас цепочка для режима сброс. Более того, резистор 30 имеет неверный номинал 1 мегаом. А должен быть на 510 кОм. То есть получается в одном месте здесь сразу три проблемы. Неверный номинал конденсатора. Неверное подключение конденсаторов. И неверный номинал резистора. Более того, если присмотреться к схеме повнимательнее, то получается, что на поддиапазонах умножить на 10 и умножить на 100 у нас в обоих случаях используются конденсаторы и резисторы с одинаковыми номиналами. 120 пикофарад и 1 мегаом. Но, разумеется, при таком раскладе прибор работает одинаково на обоих поддиапазонах. Почему такая картина в этом приборе – загадка. И у меня есть единственное предположение, что это сделали специально. Возможно, была необходимость работать только на высоких поддиапазонах. Потому что на обычный ремонт это не похоже. Я напомню, что у спутника есть ещё третий поддиапазон, который включается специальной перемычкой. Если мы посмотрим схему, то увидим, что перемычка открывает 2-мегаомный резистор в дополнение к мегаомному. То есть, сопротивление вместо 1 мегаома превращается в 3 мегаома. И измерительный поддиапазон возрастает условно в 2 раза. Вот поэтому у меня такое подозрение, что прибор переделали намеренно, чтобы им можно было пользоваться на поддиапазонах умножить на 100 и, скажем так, умножить на 200. Это, конечно, всего лишь гипотеза, но всё может быть. Но мне такого счастья не надо. Поэтому я в итоге приобрёл необходимые детали. Это конденсатор КБГИ на 0,2 мкФ и 600 Вольт. И резистор МЛТ-05 на 510 кОм. И давайте исправим все проблемы. Сначала я счищу лак и всё отпаяю. Это конденсатор КБГИ на мой канал. Готово. Теперь впаю резистор 30 на 510 кОм. Конденсатор КСО на 5600 мФ идёт на своё место. А сюда я сейчас припаю конденсатор на 0,2 мФ. Но тут сначала надо будет подогнать его ножки по месту, но это я сделаю за кадром. Проверяем. Вот, звук теперь нормальный. Показания тоже похожи на правду. Получается, что ремонт удачный, и спутник теперь работает правильно. Надо будет его откалибровать, и можно пользоваться. Попутно я обнаружил ещё одну небольшую проблему. Вот этот интегрирующий электролитический конденсатор ETO1. Данный конденсатор отвечает за показания стрелки микроамперметра. Он здесь на 10 мФ, а должен быть на 20. Я проконсультировался со знающим человеком, это Большой П, и он пояснил, что ёмкость данного конденсатора не сказывается на точности измерений. Однако, влияет на скорость набора показаний и на стабильность стрелки. Если ёмкость ниже штатной, как у меня, то стрелка быстрее будет выходить на итоговые показания. Однако, при этом, её положение будет нестабильным при считывании. То есть, она будет прыгать влево-вправо, поскольку импульсы хаотичны. Вот сейчас вы как раз видите, что на исправном приборе вверху стрелка перемещается плавно, а на нижнем прыгает. Если же ёмкость конденсатора выше положенной, то показания будут набираться дольше, но стрелка будет стабильной. То есть, прибор будет нормально работать и с конденсатором на 10 мФ. На точности это особо не сказывается. Но когда я увидел наглядное сравнение поведения стрелки на двух приборах, то всё-таки я решил заменить и данный конденсатор, чтобы в спутнике всё было в соответствии со схемой. Для этого я купил не просто оригинальный конденсатор ETO-1, но ещё и правильного серого цвета. Хотя у меня был такой же, но зелёный. Ну и сейчас я его заменю. В общем, как всегда, на реставрацию ушло количество денег, сравнимое с покупкой прибора. Экономической целесообразности в этом, безусловно, нет. Но приборами я занимаюсь ради своего удовольствия, поэтому стараюсь исправить все недостатки, даже такие маленькие. Давайте теперь полюбуемся спутниками 1959 и 1968 годов. Помимо цвета, внешне практически никакой разницы нет. Есть только мелкие отличия. Например, здесь заглушка хромированная, здесь окрашенная. Здесь ручка рифлёная, здесь гладкая. Кабель у раннего прибора резиновый, у позднего виниловый. Единственное интересное отличие – это вот эта деталь крепления. Она имеет боковое ушко. Но похоже, что это особенность только моего прибора, так как нигде больше такого я не видел. Внутреннее устройство тоже идентично. Но в приборе 1959 года используется германиевый триод P3V. А в приборе 1968 года германиевый триод P13A. Надо сказать, что P3 появились в 1955 году. Они были очень несовершенные, с малой надёжностью, чересчур нежные. Однако же сейчас у нас 2023 год, а триод P3V в этом спутнике вполне работоспособен. Хотя ему почти 65 лет. Ещё раз напомню, что спутник – это радиометр попутного поиска. То есть его назначение – обнаружение попутных урановых или ториевых пород в промышленных рудах. У меня недавно появился вот такой замечательный урановый минерал – цепиит. А получил я его благодаря группе «Урановый курорт», за что большое спасибо одному из его основателей – Дмитрию. Я абсолютно ничего не понимаю в минералогии, поэтому не буду сыпать непонятными терминами. Предлагаю просто рассмотреть цепиит поближе. Минерал представляет собой каменную породу, покрытую вот такими жёлтыми кристаллами. Это и есть наслоение цепиита. У нас минерал цепиит можно обнаружить на горе Бештау на Северном Кавказе, откуда он ко мне и приехал. Длина этого кусочка около 4 сантиметров, а масса около 8 грамм. В ультрафиолетовом свете данный образец светится зелёным цветом, но на глаз свечение очень слабое. Его заметно только если приблизить фонарь вплотную, а вот на камеру он светится очень ярко. Минерал практически не излучает гамма-лучи и альфа-частицы. Почти всё его излучение – это бета-частицы. Ну, давайте оценим активность этого образца цепиита с помощью спутника. Конечно, такое измерение весьма и весьма условно, поскольку и сам образец очень маленький. И, как мы знаем, бета-излучение не измеряется в микрорентгенах в час. Тут главное – это почувствовать атмосферу 50-х-60-х годов, когда спутники и другие радиометры используются в геологоразведке именно для поиска урановых руд. Ну вот, условно, мы видим около 200 микрорентген в час. Вот странное дело, несколько лет назад спутники спокойно продавались на авито и никому были не нужны, в том числе и мне. А как они исчезли, так у меня возник дикий интерес. Но, к счастью, всё же два спутника мне удалось купить, да ещё и в состоянии, когда их можно вернуть в рабочий вид. Это я больше всего люблю делать. В общем, видео получилось небольшое, но, надеюсь, для кого-то оно оказалось интересным. Очень прошу поддержать канал лайком и комментарием. Без этого мне очень сложно продвигать канал. Спасибо, до новых встреч!